Все самое интересное на этой неделе глазами корреспондентов телеканала CBC. Здравствуйте! В эфире итоги недели в студии Михребан Гасумова. Сегодня в выпуске. Вторая самая крупная политическая платформа для практического сотрудничества в мире. Председательство в движении «Неприсоединение» перешло к Азербайджану. Нуждается в преобразованиях. Резолюции Организации Объединенных Наций не выполняются десятки лет. Объем взаимных инвестиций растет. Азербайджан и Швейцария обсуждают новые пути сотрудничества. В памяти легендарного певца-композитора 11 лет назад не стало Муслиму Магомаева. Итак, начнем с главного события недели. Представители более 150 стран, международных организаций, 18-й саммит глав государств и правитель стран, членов движения «Неприсоединение» проходил в Баку в течение двух дней. Председательство в структуре перешло к Азербайджану. Работу саммита отслеживала моя коллега Эсмира Алиева. Все подробности у нее. Азербайджан стал членом движения «Неприсоединение» в мае 2011 года. За это время страна завоевала доверие и стала председателем структуры. Движение «Неприсоединение» – вторая после ООН политическая платформа, объединяющая наибольшее число государств. Азербайджан в движении «Неприсоединение» будет председательствовать в 2019-2022 годах. Президент Азербайджана Эрихам Алиев, выступая на 18-м саммите глав государств и правительств Баку, отметил, что эта организация служит общечеловеческим ценностям. За время председательства в движении «Неприсоединение» Азербайджан будет строить свою деятельность на основе исторических бандунских принципов. Уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, невмешательство во внутренние дела, защита взаимных интересов и поощрение сотрудничества – «Эти приоритетные направления бандунских принципов совпадают с принципами внешней политики Азербайджана». Глава государства отметил, что сегодня ООН нуждается в реформировании. Недопустимы такие явления, как изменения силовыми методами, границ государств, вмешательство во внутреннюю политику. «Более 25 лет исторически принадлежащие Азербайджану земли, Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, приблизительно 20% международно признанных территорий Азербайджана находятся под оккупацией Армении. Эта страна провела этническую чистку на данных территориях. Армения совершила худжалинский геноцид. Погибло 613 невинных людей, среди них 106 женщин и 63 ребенка были жестоко убиты только потому, что были азербайджанцами. Четыре резолюции Совета безопасности ООН, требующие полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, остаются на бумаге. Некоторые решения Совета безопасности выполняются в течение нескольких дней. Этой политике двойных стандартов должен быть положен конец». Азербайджан намерен расширить географию участников движения «Неприсоединение». Одним из приоритетов Баку в период председательства также будет усиление молодежной политики. Именно Азербайджан впервые инициировал проведение молодежного саммита стран движения. Структура трансформировалась в один из важных многосторонних механизмов, сумевших сохранить актуальность и возможности влияния на международные отношения. «Я поздравляю президента Азербайджана и государства в целом с высокой организацией данного саммита. Благодарен за оказанное гостеприимство. Уверен, что под вашим председательством движение «Неприсоединение» продолжит защиту прав стран-членов организации. Мы выражаем вам полную поддержку. Сегодня мир сталкивается с некоторыми вызовами, которые представляют серьезную угрозу глобальному миру. Согласно основным принципам нашего движения, Пакистан продолжит прилагать все больше усилий в борьбе с этими вызовами». «Движение «Неприсоединение», включая две трети всех стран ООН, Должен найти решение текущим мировым проблемам в рамках соблюдения международного законодательства и прекратить насилие и экстремизм. Это потребность нового мира. Мы сегодня становимся свидетелями региональных конфликтов в Палестине, Сирии, Афганистане и других местах. Усиление регионального сотрудничества и недопустимость военного вмешательства во внутренние дела страны – лучший способ решить эти вызовы». Одной из главных задач международного сотрудничества является эффективное противодействие международному терроризму. Туркменистан выступает за реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН. Такая стратегия должна быть реализована повсеместно, на мировом, региональном и национальном уровне. Для членов движения, которые сталкиваются с реальной угрозой терроризма, эта задача наиболее актуальна. Одной из главных проблем стран-участниц является проблема беженцев. Большинство беженцев в мире приходится на доле государств движения «Неприсоединение». По итогам саммита принято четыре документа. Документ Бакинского саммита, Бакинская декларация, документ о выражении благодарности Азербайджану и по Палестине. В три первых документа также включены соответствующие пункты по Нагорно-Карабахскому конфликту. Эсмир Алиева, Эльвин Гаджи Алиев, Си-Би-Си. Жизнь не стоит на месте. Ставятся новые задачи, возникают новые вызовы. Надо уступить дорогу молодому поколению. Это слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованные теперь уже бывшим вице-премьером страны. Гаджибале Абутылбову и Али Гасанову в связи с их заявлениями об отставке. Между тем, на пост вице-премьера уже назначен Шахин Мустафаев. Он был министром экономики. Теперь эту должность занимает Микаил Джабаров. А находившееся под его руководством налоговое ведомство вместе с Госкомитетом по вопросам имущества и Государственным антимонопольным агентством и Агентством по надзору за потребительским рынком отныне включены в структуру Министерства экономики. Сегодня у нас в гостях профессор Юнек Эльшат Мамедов. Говорить мы будем о стратегических целях и приоритетах Азербайджана в экономической сфере. Добро пожаловать. Спасибо за приглашение. Глава государства на встрече с новоназначенным вице-премьером страны Шахином Мустафаевым обозначил задачи, которые потребуются для дальнейшего укрепления экономической сферы в стране. Было отмечено, что успешное экономическое развитие Азербайджана должно быть обеспечено за счет ненефтяного сектора. Необходимо повысить занятость. Что делается в этом направлении? На самом деле надо отметить, что те заявления, которые сделал господин президент и на последнем экономическом совещании, и вместе с тем на встрече с новоназначенным вице-премьером, говорят о том, что на уровне главы государства есть четкое понимание тех стратегических задач, которые стоят перед нашим экономическим блоком правительства, в первую очередь и Центральным банком, с точки зрения управления макроэкономическим развитием нашей страны. И эти задачи в первую очередь состоят в обеспечении устойчивости экономического развития. И вместе с тем мы, конечно же, должны постараться выйти на опережающую траекторию экономического роста, потому что по всем компонентам расширенного воспроизводства азербайджанская экономика имеет существенный потенциал для прироста. И об этом, кстати говоря, неоднократно замечал и господин президент, потому что те темпы роста, которые мы сегодня наблюдаем, они в районе 2-2,5%, конечно же, говорят о стабилизации с точки зрения макроэкономического развития в стране, но вместе с тем они не отражают потенциал экономического роста, потому что на самом деле по всем магистральным направлениям экономического развития мы имеем возможность увеличивать наш экономический рост до темпов от 5% и выше в ежегодном исчислении. Поэтому задачи, которые сегодня стоят перед нашим правительством, заключаются именно в формировании той модели макроэкономического развития, при котором мы можем выйти на опережающий и вместе с тем устойчивый экономический рост. Министерство экономики Азербайджана теперь объединяет несколько ведомств. Какие задачи теперь будут стоять перед Министерством экономики? Ну да, надо отметить, что по своему содержанию институциональные преобразования, которые реализуются у нас в течение уже последних дней, носят беспрецедентный характер новейшей истории Азербайджана, потому что на самом деле мы видим слияние достаточно крупных структур в одно мега-министерство, которое будет заниматься управлением как непосредственно в целом экономическим развитием. Сюда я считаю, что безусловно должны быть включены вопросы стратегического планирования экономического развития нашей страны. И вместе с тем мы видим слияние и объединение в рамках одного министерства и значительной части фискальной политики, потому что налоговое ведомство составляет очень серьезный удельный вес в целом с точки зрения реализации фискальной политики. И вместе с тем такие важные направления с точки зрения регулирования экономическим развитием, как антимонопольная составляющая, антимонопольная политика, вместе с тем политика регулирования ситуации в целом на потребительском рынке, потому что это очень важный и, я бы даже сказал, стратегический сегмент с точки зрения управления экономикой. И когда мы видим, что формируется такое мега-министерство, конечно же, перед ним будут стоять определенные задачи координационного характера в целом, потому что фискальная составляющая, она фактически позволяет государству перераспределять воловой внутренний продукт через государственный бюджет. То есть это министерство наряду с министерством финансов будет заниматься непосредственно перераспределением национального дохода по государственным каналам. Это очень важная на самом деле составляющая, потому что налогово-бюджетная политика является одним из составных звеньев в целом макроэкономической политики. Поэтому здесь перед этим министерством, я думаю, что будет стоять задача достижения именно тех вопросов, о которых мы говорили чуть раньше, то есть устойчивый экономический рост. Но и вместе с тем, конечно же, для оптимальной модели управления макроэкономическим развитием необходима и соответствующая денежно-кредитная политика. Поэтому я думаю, что, безусловно, задачи и вместе с тем потенциал этого министерства, он огромен. Но, конечно же, для оптимизации, для повышения эффективности деятельности данной структуры, я думаю, что нам стоит ожидать и серьезных преобразований в денежно-кредитной сфере. Кроме этого, президент Азербайджана также говорил о том, что необходимо привлечь иностранные инвестиции в ненефтяной сектор страны. На ваш взгляд, что больше всего привлекает инвесторов? На самом деле, безусловно, с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, у нас все еще имеется существенный потенциал. Но здесь я хотел бы остановиться как раз на структуре иностранных инвестиций. Дело в том, что в течение последних уже двух десятилетий иностранные инвестиции, их объем имеют существенное значение для экономического роста в нашей стране. Но надо признать, что эти инвестиции в первую очередь были направлены именно на нефтяной сектор, на сырьевой сектор. А на сегодняшний день мы уже остро ощущаем необходимость в прямых инвестициях именно в высокотехнологичные сферы нашей экономики, в ненефтяной сектор. Я бы даже сказал более того, в ненефтяной и в несырьевой сектор нашей экономики. С этой точки зрения, безусловно, приток иностранных инвестиций в страну необходим. Но нам нужны инвестиции технологического характера. Нам нужны прямые инвестиции, потому что на сегодняшний день в целом в мировой экономике до 90% общих инвестиционных потоков с точки зрения иностранных инвестиций это не прямые инвестиции, портфельные инвестиции, которые не формируют капитал, а его перераспределяют. Наша же экономика в современных условиях как раз-таки требует притока прямых иностранных инвестиций и преимущественно, конечно же, в высокотехнологичные сферы отечественной экономики. Поэтому я думаю, что в ближайшее время и Министерством экономики, и другими структурами экономического блока будут предприняты меры с тем, чтобы в приоритетном порядке с точки зрения иностранных инвестиций мы получали бы именно прямые инвестиции в отечественные реальные секторы экономики. И последний вопрос, Ильшат Майлим. В экономической сфере все еще существует много проблем, в том числе необходимо предпринять дополнительные шаги по улучшению бизнес-среды. Какие шаги, на ваш взгляд, необходимы? Да, на самом деле это очень интересный и вместе с тем сложный вопрос. И не случайно господин президент уделил очень большое внимание именно данному вопросу. Мы для достижения тех задач, о которых говорили чуть ранее, конечно же, должны наращивать в целом объем инвестиций. И политика управления макроэкономическим развитием должна быть основана на инновационной инвестиционной составляющей. То есть внутри самой инвестиционной политики необходимо расставить точные приоритеты с точки зрения управления этими процессами. И в целом мы, конечно же, должны наращивать объем инвестиций в нашу национальную экономику. И здесь самым проблемным местом, проблемным сегментом, конечно же, является денежно-кредитная составляющая, о чем говорил господин президент, что на сегодняшний день, к сожалению, институт внутреннего кредитования не позволяет выйти на те опережающие объемы с точки зрения инвестиционных потоков внутри нашей экономики. И отечественный банковский сектор все еще достаточно неохотно инвестирует в реальный сектор нашей экономики. Я думаю, что это главная проблема с точки зрения макроэкономического развития. Я более чем уверен, что уже в ближнесрочной перспективе эти экономические преобразования затронут денежно-кредитную составляющую. И институт внутреннего кредита позволит нам выйти на опережающий рост инвестиций. Я считаю, что уже в ближнесрочной перспективе мы можем обеспечить хотя бы соотношение инвестиций к воловому внутреннему продукту в 25%. И это нам позволит выйти и на те задачи, о которых мы говорили в начале нашего разговора, то есть опережающий экономический рост на сегодняшний день по актуальной экономической науке, по мировой практике, чтобы обеспечить экономический рост в пределах от 6 до 8%, необходимо ежегодно наращивать инвестиции хотя бы в 15-20%. То есть это те целевые ориентиры, на которые я думаю, что наше правительство, экономический блок и Центральный банк должны ориентироваться с тем, чтобы мы вышли на устойчивый, опережающий экономический рост. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Спасибо вам. Я напомню о стратегических целях и приоритетах Азербайджана в экономической сфере. Мы говорили с гостем программы профессором ЮНЕК, доктором экономических наук Эльшадом Мамедовым. На этой неделе во всем мире отмечали День Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 года вступил в силу устав ООН. 74 года назад и сейчас Организация продолжает деятельность на пути обеспечения мира и безопасности. И тут возникает вопрос, а достаточно ли усилий принимает ООН в реализации принятых ею решений, резолюций. Учитывая, что уже почти 30 лет не исполняются требования структуры в связи с выводом армянских войск из оккупированных земель Азербайджана, становится ясно – глобальная Организация нуждается в преобразованиях. Организация Объединенных Наций всегда выступала за территориальную целостность и неприкосновенность границ. Об этом во время визита в Баку сказал президент Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммед Банде. Он подчеркнул, что на основе этих же принципов сформировано международное право. Организация, по его словам, не признает границы, измененные без согласия или же с применением какой-либо силы. И эта позиция однозначно. Мы, как Организация Объединенных Наций, всегда считаем важным вопрос неприкосновенности границ и территориальной целостности стран. Учитывая значимость данного вопроса, ООН, как международная организация, оказывает поддержку для формирования правовой базы урегулирования этих процессов. Обращаясь ко всем государствам мира, мы призываем их придерживаться этих принципов. По поводу вопроса Карабаха мы выразили свою точку зрения в резолюциях, принятых организаций. Резолюции по армяно-азербайджанскому Нагорно-Карабахскому конфликту Совет Безопасности ООН принял в 1993 году. В них четко сказано, вооруженные силы Армении должны покинуть оккупированные ими территории Азербайджана. Нагорно-Карабах и семь прилегающих к нему районов. Однако армейница требования по сей день игнорирует. На локальном уровне конфликты были, есть и продолжаются, и механизмов урегулирования нет. Примерно 20 лет, даже больше 20 лет, идут различные переговоры в рамках ООН по реформированию Совета Безопасности, в первую очередь. Но, к сожалению, опять же, результата нет. Надо, конечно, опять же, в рамках, скажем, сложившейся геополитической ситуации в мире искать выходы пути урегулирования конфликта. Но, конечно, сам механизм исполнения решений Совета Безопасности ООН, он еще далек до какого-то консенсуса. ООН оказывает деятельность в Азербайджане на протяжении 27 лет. Наши отношения прошли длительный путь развития от гуманитарной поддержки, оказанной Азербайджану, когда государство столкнулось с масштабной проблемой беженцев и вынужденных переселенцев, последствиями Нагорно-Карабахского конфликта до партнерских отношений. Азербайджан за это время достиг существенного экономического прогресса. В результате развязанного армянской стороной конфликта против Азербайджана миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. С этой проблемой страна практически вынуждена была справляться в одиночку. Впоследствии это также послужило тому, что именно вопросы защиты мира и стабильности, устойчивое развитие, повышение межкультурного взаимопонимания стали приоритетными для Азербайджана во время его избрания в 2011 году непостоянным членом Совбеза ООН. Сегодня он поддерживает республику в притворении в жизнь, цели устойчивого развития. Между сторонами ведутся переговоры о подготовке к следующему рамочному соглашению о партнерстве. Действие нынешнего соглашения завершится в 2020 году. Эсмир Алиева, Шамистан Мамедов, Сибиси. Между тем, говорит о мире, но выступает с провокационными заявлениями. Речь о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. Тему армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта обсудили в эфире передачи «Хард Ток» британского радиоканала BBC, его ведущий Стивен Сакур и глава МИД Армении Зуграб Нацаканян. Стивен Сакур неоднократно увлечал гостя программы во лжи, в частности подчеркнув, что высказываниями из серии «Карабах – это Армения и точка», мира явно не добиться. Вы мне сказали, что хотите мира. Тогда объясните, почему в августе, всего пару месяцев назад, премьер-министр Никол Пашинян выступил с очень характерным заявлением, в абсолютно однозначной манере объявив, «Карабах – это Армения, точка». Мы ждем от Азербайджана послание, которое бы отвечало нашим интересам и нашему видению и интересам безопасности людей, живущих в Нагорном Карабахе. Министр иностранных дел Армении попытался уйти от вопроса, заявив, что Никол Пашинян имел в виду необходимость приемлемости решения Нагорно-Карабахского конфликта для Армении в той же степени, что для Азербайджана и оккупированных азербайджанских территорий. «Карабах – это Армения, точка, противоречит международному законодательству, какие бы смыслы ни вкладывал в эти слова Пашинян. Когда премьер-министр говорит «Карабах – это Армения, точка», он знает, что это противоречит международному законодательству, позиции ООН и всех независимых международных организаций. Мне сложно представить, каким образом это может быть движением к миру. «Учитывая, что Никол Пашинян продолжил обращаться к народу в своей речи с предложением объединения, этими слоганами националистов, которые были слышны в 80-х, 90-х годах во время войны с Азербайджаном, вы мне заявляетесь, что премьер-министр хочет мира». Ведущий британского СМИ обратил внимание на Цаканяна и на то, что за эти слова Пашиняна осудил даже главный армянский союзник – Россия. Кроме этого, Стивен Сакур подчеркнул, что Армения тоже должна давать какие-либо сигналы о готовности к компромиссам. Напомнили армянскому министру и о совершенных вооруженными силами Армении преступлениях, в том числе о многочисленных нарушениях режима прекращения огня с армянской стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Площадка для определения новых трендов в энергетической сфере. Форум энергетической хартии привлекает внимание высокопоставленных официальных лиц, представителей международных организаций, а также энергетических компаний из разных стран мира. В эру трансформации энергетического сектора обязанность каждой страны принять эти изменения как должное, оптимизировать свои процессы, пойти навстречу изменениям путем интеграции инновационных технологий в свои процессы и строить свой энергетический сектор на основе альтернативной энергетики. Акцент на эти пункты позволит обеспечить стабильный рост данного сектора на глобальном уровне путем расширения спектра сотрудничества. Мы открыты для всех частных и публичных инициатив. Мы стремимся к новым горизонтам сотрудничества, как с нашими традиционными партнерами, так и с новыми. Для этого в Албании либерализован весь энергетический рынок. Это позволило нам создать благоприятные инвестиционные и партнерские рынки. У нас широкий спектр сотрудничества, которые далеко выходят за рамки Черноморско-Каспийского региона. Мы видим активную инвестиционную, разведочную, буровую, экспортную и производственную деятельность. Мы открыты для новых перспективных проектов. Еще одной часто обсуждаемой темой на конференции стал проект реализации Южногазового коридора, который завершен почти на 90%. Грядущий год станет годом реализации плана диверсификации, который за многие годы стремилась реализовать Европа. Южногазовый коридор – это не итоговый проект, подводящий итоговую линию нашего партнерства. Наоборот, это новые вызовы, новые связи, новые грани партнерства. На первом этапе пропускная способность газопровода составит как минимум 16 миллиардов кубометров. Но в перспективе мощность трубы будет доведена до 31 миллиарда кубометров газа в год. Проведение сегодняшней конференции в Баку является показателем оценки стратегической роли ЮГК и подтверждением вклада страны в достижение таких целей, как диверсификация и декарбонизация в этой части континента. На глобальном энергетическом рынке инновационные технологии имеют очень актуальный характер. На сегодняшний день именно технологии – это двигатель прогресса. В этой связи проведение подобного мероприятия очень актуально. Ведь сегодня Азербайджан является инициатором и активным участником крупных инновационных проектов, меняющих энергетическую карту евроазиатского рынка. Ожидается, что очередная министерская встреча стран Международной энергетической хартии состоится в Баку в конце 2020 года. Оптимизация инфраструктуры, господдержка аграрной промышленности, инвестиции и кредитования, усовершенствование процесса производства. Эти и многие другие темы обсудили на 11-й Международной зерновой торговой конференции. В Черноморско-Каспийском регионе отмечается систематичный рост объема производства зерновых культур. В Азербайджане по итогам трех кварталов 2019 года сборы зерновых достигли 3,4 миллиона тонн, а пшеницы – 2,2 миллиона тонн. Кроме того, возрос уровень самообеспечения по зерновым и по продовольственной пшенице. Наряду с местными компаниями в конференции приняли участие предприниматели из России, Казахстана, Украины, Ирана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии и других стран. Азербайджан уделяет особое внимание производству зерновых. Важными составляющими государственной политики в этой области являются совершенствование процессов производства и увеличение производительности путем применения современных методов и технологий, оптимизации соответствующей инфраструктуры, оказание необходимой помощи производителям путем прямого кредитования на льготных условиях, других видов финансирования, в том числе и субсидирования, и оказание помощи при обретении современного оборудования. Еще одно международное мероприятие в азербайджанской столице – юбилейное, 25-е по счету, выставка «Баку-Билд» собрала более 200 компаний из 23 стран. Площадка экспозиции по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10%. География ее участников также значительно расширилась. На отечественные компании пришлось 40% экспонентов. За годы своей работы выставка «Баку-Билд» зарекомендовала себя как надежная бизнес-платформа, где собирается весь строительный рынок Прикаспийского региона. Там устанавливаются деловые связи, демонстрируются инновационные технологии и оборудование для строительной индустрии. Баку продолжает развивать связи с рядом государств. Объемы взаимных инвестиций между Азербайджаном и Швейцарией достиг почти 4 миллиардов долларов. На этом стороны не намерены останавливаться. Представители бизнес-среды двух стран искали в Баку новые направления сотрудничества. Тему продолжит Фуат Байрамов. Экономические связи между Азербайджаном и Швейцарией имеют положительную динамику почти во всех секторах. Товарооборот по итогам 8 месяцев текущего года увеличился в 5 раз. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участники Азербайджана швейцарской деловой встречи в Баку обсудили достигнутые успехи и говорили о новых перспективных путях сотрудничества. 861 миллион долларов инвестировала Швейцария в экономику Азербайджана. 794 из них пришлись на нефтяной сектор. При этом объем инвестиций Азербайджана в Швейцарию составил 2,7 миллиарда долларов. В развитии сотрудничества важную роль играет госинфтикомпания Азербайджана Сокар. Кроме этого, прямые рейсы, выполняемые азербайджанскими авиалиниями, позволяют развить туристический сектор. В числе наиболее перспективных направлений для укрепления связей, торговля, логистика, энергетика, инвестиций, банковский сектор. Визит с швейцарской делегацией нацелен на налаживание новых торговых и деловых связей между предпринимателями Азербайджана и Швейцарии. Визит также предусматривает и обсуждение возможностей поддержки участия швейцарских компаний в крупных энергетических и инфраструктурных проектах, реализуемых Азербайджаном. Представитель одного из известных швейцарских банков заявил, что изучает возможности сотрудничества в Азербайджане в таких банковских сферах, как предоставление финансовых услуг, юридических консультаций и помощь в опросе управления капиталом. Азербайджан в 2021 году может стать участником программы автоматического обмена банковской информацией о финансовых счетах. Любовь к его искусству и личности не истекает. Он занял прочное место в истории музыкальной культуры, в том числе Азербайджана. Творчество Муслима Магомаева общепризнано. Выдающийся оперный и эстрадный певец и композитор, чей баритон не раз становился голосом Советского Союза, вскоре стал народным артистом СССР. Муслим Магомаев был одним из немногих советских исполнителей, кто получил мировое признание еще в молодости. Со дня его смерти прошло уже 11 лет, но память о нем продолжает жить в сердцах миллионов почитателей его таланта. Ему рукоплескали слушатели по всему миру. Он пел на оперных сценах и на улицах. Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. О том, что музыка – это судьба мальчика, стало ясно еще в первые годы жизни. Он сочинил свою первую мелодию в пять лет. К 20 годам Магомаев окончил Бакинское музыкальное училище и успел дебютировать в ансамбле песни и пляски. Всесоюзная слава обрушилась на Магомаева в 1962 году, когда в Москве проходила декада культуры и искусства Азербайджанской ССР. На заключительном концерте в Кремлевском дворце съездов, транслировавшемся по телевидению, выступил юный Муслим Магомаев. На следующее утро он проснулся знаменитым на весь СССР. Это не каждому удается, потому что в Магомаевах сегодня еще нет. Поэтому я желаю молодежи, чтобы у них была такая же юность. Мне очень повезло, мы с ним дружили. Я был его первым администратором. Я первый администратор, кто вывозил его из Баку, вывозил его из Советского Союза. Мы были почти в 40 странах мира, объездили все, что можно было объехать. Эти были мои счастливые дни. В 1964-65-х годах Муслим Магомаев стажируется в Италии, в Миланском оперном театре «Ла Скало». Молодому певцу это не просто пошло на пользу, поскольку спустя годы провели эксперимент. Нескольким итальянцам дали послушать некоторые арии и песни на итальянском языке в исполнении Магомаева. И спросили, кто это поет. Ответ был однозначным. Исключительно итальянец. Муслим был один из самых близких моих друзей, начиная с 14 лет. И с ним связана вся жизнь. И он очень рано ушел, когда, в мой взгляд, но его наследие, его музыка, его песни, его сердце, его отношение к людям осталось навсегда. Я вообще большой фанат, если так можно сказать, творчества Муслима Магомедовича, как и все, наверное, присутствующие сегодня. Но песня, с которой теперь уже связана моя жизнь, это, конечно, «Синяя вечность». Ни один концерт без нее не проходит. Популярность Магомаева не знала границ даже во времена «Железного занавеса». Роскошный баритон хотели заполучить лучшие мировые сцены. Магомаеву неоднократно предлагали остаться на Западе. Сулили золотые горы и головокружительную карьеру. Но певец всегда отказывался от этих заманчивых предложений и о своем выборе петь на родине. В СССР никогда не жалел. В Шайки мы проводили концерт малых народов, которые населяет Азербайджан. 11 народностей представители участвовали в этом концерте. И вдруг совершенно незапланированно выходят все эти, там, я не знаю, лесгины, курды, таты, удины. Они все, взявшись за руки, вышли на сцену и спели вот эту песню «Мой край Азербайджан». Никто этого не планировал. Это шло от их души, потому что они любят эту музыку, потому что они любят Азербайджан. И действительно, Муслим Магомаев смог своей этой песне. Казалось бы, вот одна песня, но сколько в ней всего заключено. Муслим Магомаев ушел из жизни 25 октября 2008 года. Одного из величайших артистов 20 века похоронили в родном Баку. Магомаев спел более 600 классических и эстрадных произведений. Он и по сей день остается кумиром для многих людей на всем постсоветском пространстве. Алагез Гаджиева, Галиб Багиров, CBC. И завершаем выпуск новостями из мира спорта. В июне следующего года Азербайджан проведет пятый по счету Гран-при Формулы-1. Организаторы, как всегда, намерены провести гонки на высоком уровне и в атмосфере большого спортивного праздника. Билеты уже в продаже. Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1. Билеты на предстоящий гоночный уикенд, который пройдет в Баку с 5 по 7 июня 2020 года, предлагаются по 20-процентной скидке. С запуском продажи билетов на пятую по счету гонку в Баку, операционная компания «Баку Ситы Соркет» объявила о раннем бронировании четырехдневных билетов по специальной цене. Скидочная компания действует до 15 января следующего года. Жители Азербайджана получат 25-процентную скидку. При покупке билетов на королевские гонки раннее бронирование билетов распространяется исключительно на четырехдневные билеты и количество скидочных билетов в каждой трибуне ограничено. При этом для детей в возрасте с 2 до 15 лет предлагаются специальные льготные билеты на все трибуны. «Мы готовимся уже к пятой гонке. Очень волнуемся. По традиции мы решили запустить раннюю продажу билетов. Формула-1 имеет давнюю историю. Соревнования в следующем году отметят 70-летие. В Азербайджане гонки впервые были организованы в 2016 году. И за этот короткий срок удалось достичь хороших результатов. За четыре года мы получили много положительных отзывов. За это время победителями становились пилоты из различных команд. Это также положительный фактор для Баку». Цены на билеты для жителей Азербайджана меняются от 210 до 710 монатов для взрослых и от 150 до 500 монатов для детей. В продаже также имеются однодневные билеты в зоны свободного размещения, и цены на них будут меняться в зависимости от дня гоночного уикенда в пределах от 110 до 190 монатов. Билеты на четыре дня гоночного уикенда включают в себя не только трехдневный доступ на трибуны, но также возможность принять участие в развлекательных мероприятиях. Концерты в рамках Формулы-1 в следующем году будут организованы на открытом воздухе. Отметим, что согласно подписанному в начале этого года контракту, Гран-при Азербайджана будет проводиться в Баку до 2023 года. Эсмир Алиева, Руфат Алькперов, CBC. Это были самые значимые события недели, касающиеся нас и нашего региона. Мы увидимся вновь в воскресенье в 21.00 на телеканале CBC. До встречи!